Запад Рен – гендер Британии, одно из провинций Франции. Рен – город на реке Вилена. Он возник на месте древних поселений Галлов. В VI веке до н.э. люди облюбовали это место. Рен, чья история насчитывает века, и одновременно молодой, в конце марта распахнул объятия друзьям из Алматы. Десять лет побратимства казахстанского и французского городов. Один из мостов через Вилену называется «Мостом дружбы». На памятной табличке название городов мира, породнившихся в разное время с Реном. Быстро текут воды реки Вилены, быстро пронеслись годы с памятного дня, начало побратимства с нашим городом. И вот первый юбилей, первое десятилетие дружбы. Столица Британия встречала гостей – делегацию Алматы. Праздник приурочили к международной выставке ярмарки «Экспо-2001», что ежегодно здесь проходит. На улицах старинного города появились плакаты «Дни Алматы в Рене», а симпатичный верблюжонок зазывал горожан и туристов подробнее узнать о далеком азиатском городе и о государстве Казахстана. Еще до открытия выставки городские газеты и телевидение начали рассказывать Ренцам о программе «Дней». А в Доме дружбы, где уже принимали гостей из Ирландии, Соединенных Штатов, Японии, России и Бельгии, на этот раз звучали мелодии древней казахской земли. Музыка «Экюев Курмангазы» Произведения Мелатифа Хамеди, мелодиями Акынов, этнографический ансамбль «Туран» увлекал за собой собравшихся в незнакомые миры. Инженеры и учителя, служащие мэрии и торговцы, архитекторы и студенты. Их объединило желание больше знать о друзьях из Казахстана. Музыка, песни, казахская кухня и французское вино смыли языковые барьеры. Можно сказать, это была генеральная репетиция перед официальным открытием выставки «И Дней Побратимства». Рен – город одновременно большой и маленький, древний и молодой. Его история начинается в V веке до н.э. в Галлороманской империи. В древних летописях этот город называли Кондат. Некоторые раскопки, оружие, украшения датируются еще бронзовым веком. Еще в те времена Рен был экономическим, торговым и административным перекрестком всего региона Галлии. Ни один век эти земли оспаривали между собой сторонники Англии и Франции. Противоборство началось еще в XIV веке. Город переходил из рук в руки с боями, но без большой крови. Особенная дата – 1491 год. Король Франции Карл VIII блокировал Рен, завоевал город и вынудил графиню Анну Бретонскую к замужеству. Так Рен стал французским. Территориальный вопрос решился истинно по-французски – супружеской спальней. В разные века город считался то официальной, то неофициальной столицей провинции Британь. Таков он и ныне. Большие деревянные постройки составляли главную часть Рена до конца XVIII века. Пожар 1720 года, бушевавший шесть дней, разрушил практически весь город. Королевское правительство разработало крупномасштабный план по реконструкции города. С 1723 по 1760 годы Рен практически отстроили заново. Есть и свое марсовое поле. Раньше здесь проходили военные действия, а в свободное от баталии время здесь обосновывался торговый лют. Сегодня на этом месте идет большая стройка. Для Ренцев возводят культурный центр. Современный Рен – один из самых молодых городов Франции. Рен – город студента. Средний возраст его жителей не добирает и до 30 лет. Здесь два крупных университета, десятки тысяч студентов. Здесь изучают медицину и музыку, историю и юриспруденцию. Научно-производственные корпуса и прекрасные лаборатории. Здесь ставят уникальные эксперименты и научные студенческие работы применяют крупные компании и исследовательские институты Франции. Здесь знания сплавлены с опытом и выпускников Рена охотно берут фирмы и корпорации. У Рена удивительный официальный статус «Город здоровья». Здесь с 1986 года живут по европейской программе «Город здоровья». Более 200 тысяч жителей. Есть крупное производство – завод «Ситроэ». Город много и красиво строится. Здесь воочию можно убедиться. Малый и средний бизнес – тот самый хребет благосостояния тысяч семей, процветание города и государства. На каждой улочке манят к себе вывески магазинчиков, кафе и ресторанов. И даже не зная языка, здесь не пропадешь. Доброжелательные ренцы всегда рады вам помочь в выборе меню или маршрута прогулки. Город покоряет сразу архитектурой прошлых веков – классической готикой и современной изысканной модерновой. Разные архитекторы трудились над обликом Рена. У города приветливая наружность. Он чист, вымыт, свеж и ухожен. У него улыбающееся лицо. Таким его делают ренцы. Уклад жизни, вековая культура, культ красоты и порядка – все это кажется здесь естественным, разумеющимся. Но правда и другое. Большая работа, продуманные планы жизни, разумный выбор тысяч горожан. Главный архитектор ренской жизни – городская власть, мэрия. Со своими социальными инновациями, программами развития города и даже традиционными встречами с горожанами, как у нас, с трудящимися и ветеранами. Народ выбирает тут власть. В Рене это не просто фраза, а многолетняя реальность демократии. В мэрии за день до официального открытия международной выставки – собрание городского парламента. Здание с лилиями королевского герба, габелинами, мозаикой витражей, именами великих граждан Франции, муниципальная рать, общественность, пресса, любознательные зеваки и туристы. Вход свободный. Народ выбирает мэра города. Торжественная церемония идет по ритуалу, речь старейшины и голосование депутатов, так сказать, тайное – за и против главы города. Голоса разделились – 48 за, 13 против. Впрочем, это скорее формальность. Ренцы в пятый раз проголосовали за нового, а вернее старого мэра. Господин РВ на своем посту, уже отслуживший горожанам 24 года, идет на рекорд. Еще 6 лет он будет носить почетную ленту цветов национального флага – символ власти. АПЛОДИСМЕНТЫ 8 партий соперничали с его командой. Есть в Рене округа, в которых, к примеру, победили коммунисты. Именно они представляют в городском совете оппозицию и не скрывали свое неудовольствие. Собрание аплодировало триумфатору. Коммунисты же предпочли избежать рукоплесканий. Однако работать им всем придется вместе. В тронной речи господин РВ говорил о будущем города. Чуть позже он с удовольствием поделился с нами планами мэрии. На развитие города всегда очень сильно влияет культура. Я говорю в широком смысле слова. С учетом этих ценностей муниципалитет разрабатывает программы по экономике и в социальной сфере. Подтверждение тому строительство в Рене технопарка «Технополь». Этот парк – альянс между университетом, исследовательским институтом и индустрией. Одно из наиболее перспективных направлений развития Рена – сфера телекоммуникации. Это наше будущее. Автомобилестроение, безусловно, тоже имеет большое значение. И здесь мы уделяем большое внимание развитию механики. На территории города расположен большой завод «Ситроэн» – сотни рабочих. И развитием этого завода я очень горд. Говоря о развитии, я хочу подчеркнуть еще перспективы городского транспорта. На следующий год мы торжественно откроем метро города Рен. Для меня это необходимый инструмент в 21 веке. Все это делается с участием населения. С 95 по 2001 год регулярно проходят встречи с населением. Я настаиваю, я добиваюсь, чтобы жители были не только свидетелями, но и участниками строительства Рена. Я хочу, чтобы они имели право высказаться, что они думают о городе. Но это не так-то легко. Когда люди приходят к вам, о чем они говорят? По любым вопросам. Жилье, работа. Бывают разговоры очень личного характера. Кроме таких приемов, мы организуем встречи в различных районах города. Например, в марте каждого года мы голосуем за бюджет. А перед этим голосованием мы обсуждаем проект бюджета в каждом квартале города. Я часто встречаюсь с общественными организациями, которых в Рене несколько сот. Для меня важно определить личный интерес и общественный интерес. Конкретный пример. Однажды мы приняли решение на строительство 50 квартир социального жилья в одном из кварталов города. Жители округи воспротивились этому и даже возбудили судебный процесс. Но наш проект представляет общественные интересы, и перед нами задача объяснить это жителям. Когда мы приняли решение о строительстве метро, тоже было много противников, было много дискуссий и собраний. И тогда, в 1995 году, в программе мэра было это строительство. Я сказал, выбирая мэра, вы принимаете решение. И был избран 60% голосов. Это был наш наибольший коэффициент успеха. Из главных достижений Ренской мэрии программа «Ашелем». Так во Франции называют жилье по невысокой цене. Это значит, что муниципалитет, который возглавляет господин Эрве, финансирует строительство жилья для малообеспеченных. Четверть всех строящихся в районе квартир покупают в рассрочку именно те, у кого не густо с деньгами. Очередь есть, достаточно большая. Однако ждать заветного часа приходится не более 4 лет. Социальная справедливость – знамя социалиста Эдмонда Эрве. Успешно воплощаются и другие идеи. Предмет гордости – выставка «Экспо». Тоже удачное, выгодное бизнес-предприятие. И не только. Праздник и работа. И флаги в гости. Встречи, новые знакомства, новое открытие старых друзей. В экспозиции десятки стран. Канада, Китай, Россия, Индия, Польша, Непал, Норвегия и Швейцария. Ежегодная международная ярмарка в Рене – события. С разных стран приезжают сюда. Себя показать, других посмотреть. Индийские божества, польский хрусталь, африканский там-там, китайский шелка и питерское серебро. Здесь действительно есть на что посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Вещи, предметы несут на себе печать своей страны, другой культуры, иных ценностей. Алматы представлял весь Казахстан. Историю и современность государства, чья территория – несколько Франций. Экспозиция интриговала любознательных ренцев, разворачивая перед ними полотна минувших веков. Ханская ставка, золотой человек, оружие, предметы быта, украшения. Четвертый, пятый век до нашей эры. Далекая минувшая, далекая страны Саков не растворилась в бездне эпох, а предстала перед Европой. И связь времен, и дела сегодняшних дней, и город яблок у подножия гор. Любознательные французы все хотели рассмотреть, пощупать, попробовать, узнать и познать. Здравствуйте. Спасибо за внимание. Учимся! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Мы до выставки в Рене посетили международную мировую выставку меховую в Милане. И мы посмотрели, что действительно наши изделия ничем не уступают по качеству, европейским стандартам, европейским мехам. И наши изделия достаточно были на высоте. Мы просто посмотрели изделия, которые делают в Милане. И наши изделия тоже были, я считаю, на должном уровне. Ваше впечатление о французах, как о покупателях, как о людях, которые посетили Ваш павильон? Я считаю, что французы – ценители моды, ценители такого искусства и ценители меха. Они с восторгом относятся к нашим изделиям. Ну и они молодцы, подготовились. Конечно, организация очень хорошая. Они нам создали все условия для того, чтобы мы могли показать свои работы. Я по своей профессии, я хочу одевать, я хочу, чтобы были все красивыми, чтобы женщины были неотразимыми, чтобы были не похожи друг на друга. Потому что в каждой женщине есть своя изюминка, ее хочется подчеркнуть. И вот это говоришь о каждой женщине, а хочется сказать обо всех женщинах, что все должны быть необыкновенными. Чтобы их любили, чтобы им было уютно в своем городе, тепло. Чтобы они не думали, что вот, если бы в Италии они бы купили что-то интереснее, чем у нас. Нет, мы сейчас вот посмотрели, боже мой, да прекрасно, я не знаю, у нас прекрасно, как мы одеваем своих женщин, это прекрасно. Мы посмотрели, сравнили, убедились и думаю, боже мой, я, например, по своей профессии прямо, можно сказать, что счастливая, вернулась из Италии. А когда я ехала туда и переживала, думаю, боже мой, какой у нас уровень, мы не знаем, надо бы с кем-то сравниться, с чем-то сравниться. А теперь, когда увидела, успокоилась и еще с большим энтузиазмом буду относиться вот именно вот к этой своей работе, потому что я поняла, что направление нормальное, верное. Ну, неохота как-то там хвалиться, а просто как бы я говорю это не то, что о себе лично, я говорю это как о Казахстане. Здесь, исходя из того, что вы в районе какие-то провели часы, дни, что для себя полезного получили? В Рене, вот Рен мне понравился такой город необыкновенно многоплановый. Вот настолько здесь архитектура, дома друг на друга не похожи, все какие-то спокойные, все какие-то уравновешенные. Вот чего не хватает в нашем городе? В нашем городе не хватает вот этого спокойствия, с каким живут в городе Рене. Хотя мы видели две демонстрации, но сегодня забастовка и первую забастовку мы тоже встретили здесь, у них административные работники бастовали. Но вот даже эта забастовка, она проходит так организованно, так все это у них, все на хорошем, на таком уровне. И даже было вот интересно, приятно. Если бы, например, забастовка была в нашем городе, я бы испугалась, я бы, наверное, каждый бы испугался, переживал. Я лично вот эти конфликты все боюсь. А тут люди идут, спокойно говорят свое мнение, мне это понравилось. В профессиональном плане что-то для себя полезное извлекли? В профессиональном плане, вы знаете, каждая поездка все равно откладывает. Даже вот, например, если я сейчас не смогу сосредоточенно сказать, что мне эта поездка принесла, да, все равно в голове откладываются идеи, то, что вот где-то что-то увидела, а потом это все равно отражается в коллекции. И всегда остается в голове, как я говорю, это остается в моем компьютере. То есть не исключено, что мы еще увидим рынские мотивы в Алма-Ате, да? Да, да, да. Я вот, кстати, присматриваюсь вот здесь национальные одежды, французские, все буклеты просматриваются. Сейчас хожу по выставке вот эти украшения французские. И все это, конечно, интересно. Интересно и вполне возможно. Все восхищаются, все, значит, довольны, что натурально, им нравится это, все окей говорят, в общем, нравится продукт. В национальном стиле покупают больше, в национальном стиле покупают больше. Но, в общем-то, наши ковры почти все в национальном стиле. И только я один классический привезла такой вот ковер, а в общем-то все национальные ковры. Вы их уговариваете, не зная языка. Как вам удается? Очень хорошо я уговариваю. Мы понимаем с полуслова. Показываю. У меня есть, значит, полная характеристика ковров на французском языке. И вообще мы с ними очень хорошо разговариваем. Много вы уже расторговали? Ну, не очень много. Ну, немножко оживления сегодня, допустим, есть уже. Казахстан – уникальная, неповторимая страна. В недрах Казахстана встречено более ста полезных ископаемых. Казахстан, минеральный сырьевой сектор Казахстана, представляет огромный интерес для инвесторов, отечественных и зарубежных. В недрах Казахстана хранится более 500 месторождений. По запасам многих из них мы занимаем ведущее место в мире. Сегодня в рамках нашей ярмарки, которая представляет десятилетие Казахстана и городов по братьям Рена Алматы, мы привезли уникальную коллекцию самоцветов Казахстана. Например, такие камни, как мох и вагат, встречаются только в Казахстане. Это единственное сорождение в мире. Это природный рисунок на камни. Пользуются спросом ваши изделия? Да. Жители Рена отметили, вернее, очень большой интерес вызвала наша экспозиция. И они прямо отмечали, что необычная красота наших казахстанских камней. И вообще самые лучшие отзывы о наших минералах, образцах, о нашем музее я слышала за эти дни. Города по братьям, ну это была такая мода, наверное, в те 90-е годы. Называть города, которые изъявляют желание взаимовыгодно сотрудничать друг с другом, их называли городами по братьям и у нас, в бывшем Советском Союзе. А за рубежом эти города называются sister city, то есть города сёстры. А вообще, правильно называть, необходим договор о взаимовыгодном сотрудничестве городов. Побратимские связи – это те связи, которые включают в себя не только сферу производства, сферу строительства, оказания услуг, но и сферу общения людей, дальнейшее развитие, обогащение культур народов, проживающих в тех или иных городах, в любой точке земного шара. Это и образовательный комплекс, научный комплекс, производственный комплекс и всё, что связано с жизнью и с бытом людей. РЕН в этом году неожиданно для, наверное, всех европейцев вышел на первое место в области информатики. Здесь работают самые известные в мире японские фирмы, которые, имея научную основу французскую, плюс оперативное техническое решение тех проблем, которые возникают в связи с созданием математической модели. И это оперативное решение японских специалистов позволяет именно городу Рену двигаться вперёд и сегодня идут на первом месте в европейском сообществе. Не говоря уже о том, что в городе Рен работают два университета, которые имеют глубочайшие корни в вопросах подготовки специалистов различного жанра, различного качества. И сегодня наше высшее учебное заведение города Алма-Аты тесно работают с этими университетами. Единственная роскошь – это роскошь человеческого общения. Это сказал француз, великий француз, лётчик, писатель, гуманист Антуан де Сент-Эксупери. Алма-Аты-Рен – незабываемые дни побратимства. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...